МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейчас, давай. Лыбится, лыбится. Поехали. Победить соперника или преодолеть себя? Достичь вершин и успокоиться, или жить в вечном движении? Дух победы сегодня в нашей программе. Сегодня происходит презентация канала ТНТ на 2018 год. Мероприятие это очень уникальное, потому что мы приглашаем всех наших партнеров, наших клиентов увидеть первыми то, что еще никто не видел, увидеть премьеры канала ТНТ, которые будут в 2018 году. Пишем? Да. Может быть, самбо станции? Малисайс? Самбо, да? Ча-ча? Как? Можешь? Ча-ча-ча? Ну, а что? Раз, два, раз, два, три. А, вот так вот, да? С спином прямо. Подожди, у меня телефон в другую место. Да. Давай, давай. А может быть, в эту сторону? А как? Вот так вот так вот так вот. Раз, два, три, на меня уйдешь? Раз, два, три. Это не важно. Это че-ча-ча. Это че-че-ча? С бедрами покруче. Движение – это жизнь. И сегодня танцуют все. А главное, сегодня нас ждет мощное гендерное противостояние. 30 декабря на финальном гала-концерте участники проекта «Танцы на ТНТ» выяснят, кто же танцует круче, мужчины или женщины. Заодно и узнаем, кто в России самый лучший танцовщик и кто получит приз. 3 миллиона рублей. Ты хотела, Александр? Ты все-таки победитель первого сезона. А смотришь ли ты последний сезон, который сейчас такой? Да, стараюсь смотреть. Болеешь ли за кого-нибудь? За кого болел, уже человек выбыл. Я расстроен в этом смысле, но думаю, что победит достойнейший, сильнейший. Танцорам нужно родиться или все-таки это все дело наживное? Я считаю, что в первую очередь, если человек любит то, чем он занимается, если он любит танцевать, он по-настоящему любит, то он добьется большего, чем тот, кто имеет талант, но не любит танцевать. Например, так. Таня, вот скажи мне, пожалуйста, может быть, объяснишь мне наконец-то, почему женщины очень часто обижаются, высказывают свое недовольство, а ты сидишь и думаешь, ага, что она обиделась, что такого я сделал? Ты, по-моему, относишься к этому слишком серьезно. Я тебе открою секрет, мы, женщины, зачастую сражаемся и боремся каждый день. Мы воюем каждый день на наших мыслях, побеждаем, проигрываем. Ага, только оппонент почему-то об этом не знает, что с ним сейчас в данный момент идет война. Так. Вот почему Катя сегодня пришла? Чем я ее обидел? Всю в первый раз добровольче Катя выбирает новые ароматы. Мы попросим тебя. Новый год – это семейный волшебный праздник, и мы привыкли покупать подарки для всей семьи, для наших любимых детей, мужей, для наших родителей. В бутике подарков вы можете приобрести натуральную косметику ручной работы в прекрасном праздничном оформлении. Ароматный ассортимент косметики ручной работы подойдет для всей семьи. Дорогих мужчин можно порадовать элегантной парфюмерией и средствами для бритья. Ну а женщины, безусловно, оценят широкий ассортимент продукции и по уходу за собой любимой. Ну что ж, начнем выбирать с подарки. И первые у нас на очереди наши любимые сильные мужчины. Здесь и парфюмированная вода, и дезодорант, и крем для бритья. В общем, все-все-все, чем пользуются наши дорогие мужчины. Это очень необычно и приятно пахнет. А что же нравится детям? Ну, конечно, прежде всего, чтобы подарок принес эстетическое удовольствие и чтобы они заодно еще и получили игрушку. Смотрите, бомбочки для ванны. Во-первых, они с различными зверюшками. Здесь и пчелки, и зайки, и совята, и мишки. Есть еще также бомбочки в виде вишенки. Все они содержат эфирные масла, которые обладают расслабляющим действием. И после того, как ребенок примет ванну с такой бомбочкой, он будет очень-очень хорошо спать. Кирилл, а что тебе здесь понравилось? Бомбочка. Бомбочка? Почему? Она щипит. Вода становится синей. А вот из этих бомбочек какие бы тебе приглянулись? Какой бы ты выбрал в подарок? Я бы выбрал пчелку. А, вот пчелка как раз, да? А почему? Потому что она желтая. Особенно привлек мое внимание вот этот стол. Посмотрите, на первый взгляд, это вкусные шоколадные пирожные или какой-то йогуртовый тортик. Но все это мыло ручной работы, которое изготавливалось в Великобритании на основе натуральных эфирных масел. Можно приобрести целый брусок, а можно также собрать в подарок из различных красивых кусочков. Максим, а ты стоишь возле полки с мылом. Что тебе здесь понравилось? Кокосовое мыло. Почему? Потому что оно со вкусом кокосы. Со вкусом ты его ел? С ароматом, да? Угу. Угу. И что еще? Она вот покрыта будто настоящая вот. Кокосовая стружка. Да, точно. И пахнет. Угу. А что бы ты маме в подарок купила? Это мыло. Потому что оно сердечком? Да. А еще почему? Потому что она розовая. Я думаю, что мама будет довольна. Любители ароматерапии обязательно оценят ассортимент эфирных масел. Согласитесь, не у всех дома есть ванны. Сейчас в современных квартирах есть душевые кабины. И мы, тем не менее, все равно хотим получить какое-то ароматическое удовольствие. Так вот, принимая душ, вы можете бросить эту бомбочку себе под ноги. И на протяжении процедуры вы будете вдыхать волшебный аромат. Еще один необычный подарок. Сначала я подумала, что это мыло. Но нет, это массажный брусок. Он состоит из масла ши и тает в руке. После чего можно делать классный разогревающий массаж. И не забудьте про праздничную открытку. Тоже с бомбочкой. Какое наслаждение для любой женщины и девушки. Под конец рабочего дня взять такую расслабляющую бомбочку. Бросить в ванную, чтобы она шипела. Наслаждаться ароматом. И представлять, какая нежная кожа будет после этой процедуры. Настоящая спа в домашних условиях. Но если вы хотите готовые подарочные наборы, то существует также как для мужчин, так и для женщин. Здесь можно найти все. И натуральные мыла, дезодоранты, бомбочки для душа и ванны. И также лосьоны и гели для душа. А также свечи ручной работы и эфирные масла для аромалам. Компания «Маки» является эксклюзивным представителем бомб косметикс в России. Приглашаем к сотрудничеству всех владельцев красивого бизнеса. А для именинников декабря скидка на весь ассортимент 25%. Вот уже несколько месяцев продолжается самая масштабная танцевальная революция на канале «Скат ТНТ». Чтобы попасть в танцы на ТНТ, нужно, конечно же, хорошо танцевать. И не только. Нужно обладать решительностью, уверенностью. Без этого никуда уж, простите. Вы смотрите какие-либо проекты и какие ваши самые любимые? Да, я очень люблю проекты канала ТНТ. Мой самый любимый ситком – это «Полицейские срублевки». Мы сегодня все сюда пришли на открытие нового сезона ТНТ. Это большой шаг в будущее и дальше больше. Я желаю от всей души больших высот и побед к телеканалу. И также хочется вашим соотечественникам, землякам, самарцам, ребятам, которые танцуют, люди танцуют, пожелать продвижения. И то, чтобы вы, так же, как и Алия, участвовали в проекте танца на ТНТ. И, возможно, именно в Самаре сейчас находится будущий победитель. В шоу приняла участие наша землячка Алия Сходулина. После кастинга она попала в команду Мигеля. Девушка призналась, что изначально хотела этого. Наставник интересен ей своим подходом к работе. Он вдохновлял ее и научил верить в себя. Дорогие друзья, вот впереди Новый год. Позади три месяца персональных тренировок с Александром Бушуевым и наша рубрика «Образ жизни с Александром Бушуевым». За это время было всякое. Три месяца тренировок, три месяца общения с персональным тренером, три месяца правильного питания. И есть результаты. Скажу вам честно, это были очень интересные три месяца. Я научилась правильно питаться, я сбросила действительно 5 килограммов и похудела. И начала как-то по-другому смотреть на жизнь. И поняла, что спорт – это действительно очень-очень интересно. И главное, чтобы рядом был персональный тренер, который подскажет, как правильно все это применить. Ну, что, короче? Я назову это упражнение «Адский столик». Вся нагрузка на одну ягодицу. Это очень тяжело. Выдох. У меня губа вверх не поднимается. Ну, у всех поднимается. Всех? Давай, 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 девочки. Локоть разворачивай вверх. Выдох. Давай еще 50 раз. Сколько? 50-50. Отлично. Упражнение «Трясущая цыгуба» 50 раз. У тебя милая улыбка. Саша? Привет. Ну, рассказывай, как твои дела? Дела отлично. Я с удовольствием опять в этом кабинете. Здесь, в общем-то, все и началось. Наши первые съемки. Я довольна результатом. У меня минус 5 килограмм. Больше у меня, собственно, не надо. Мне уже многие говорят. Катя, поешь. Единственное, что меня напрягает, я думаю, как и многих наших телезрителей, это предстоящие новогодние храникулы. Потому что все-таки новогодняя ночь – это олине себе под шубой и много всяких вкусняшек. В любом случае, чтобы более-менее лояльно перенести эти дни, это начать тренироваться, чтобы организм все равно начал поднимать свой нормональный фон, чтобы он начал перерабатывать что-то. В принципе, это легко уйти делить час, три раза в неделю, прийти в зал, подзаниматься. Тем более, если это заряжает. Но в зависимости от того, кто как тренируется, у кого как правильные и неправильные тренировки. Сегодня мне решил Александр Бушоев устроить разгрузочный день, потому что у меня немножечко застрял вес, и поэтому сегодня я весь день ем яблоки, пью кефир, йогурт без наполнителей и отруби. Но, в принципе, достаточно разнообразная, никакая мы там кефирная диета. Ну, что самое обидное, сейчас мы едем на съемки, и мой вредный оператор Валера ест вкуснючий, пахучий курник. Плюс к этому есть сейчас целесообразность упорядочить некое свое питание. И вот саму эту новогоднюю ночь, и там праздники какие-то будут, есть как бы некоторые советы, на что сделать лучший упор. То есть на что сделаем упор? Делаем упор на белковую пищу. То есть это мясо, рыба, именно четкие продукты, которые, скажем так, более качественные. Но есть вариант какой? Упор сделать сейчас на упорядочивание питания, и, следовательно, в новогоднюю ночь организм привыкнет к более правильной пищи. И даже если вы сидите, начнете есть там оливье, организм не так сильно потребует. Вы когда сидите пару ложек, организму уже будет тяжело, и вы все равно предостановитесь. Поэтому эмоционально будет легче это все перевести. Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, что новогодняя ночь нашим объемом не страшна. Тем более, когда рядом с тобой такой персональный тренер, ты сам должен быть спасен, Саша. Да, нет. Ну ты сейчас, как бы, что пользуешься? Тяжело, потому что все, ты же четвертый круг, я не могу больше. Я просто честно скажу, что больше нет, мол, Богу. Ну что, как получилось? Все, я еще, все, Саша, честно. Я сделала всего четыре раза, то есть у меня было четыре раза скакалки по две минуты и четыре раза планка пьет на минуту, и я просто, у меня просто силы, у меня уже голова кружится. Супер. Мы говорили, что шесть раз мы не сделали. Теперь одну скакалочку, а давайте. Судовище, дай мои документы! Дай мои документы! Персональный тренер Александр Бушуев ждет вас в своем фитнес-центре «Оупенфит» Новосадовая 353Б. Телефон 925-99-49. Можно сказать только одно. ТНТ – это три-нитро-толол, это бомба. Поэтому все сегодня увидели, какая бомба ТНТ, и что скак остается партнером ТНТ и на следующий сезон, и на следующие сезоны, которые будут. А ваши любимые проекты какие? Что вы любите? Может быть, сериалы, или, может быть, танцы? То, что происходит вот сегодня за нашей спиной. Призер, победитель. Я люблю больше, конечно, СТВ, но и ТНТ тоже люблю. Люблю очень ТНТ. Особенно сериал «Остров» или сериал «Интерны» или «Улица». Итак, для начала, чтобы ощутить вкус победы, нужно просто сделать шаг в нужном направлении. Или взять кредит и купить новую машину. В Новый год на новой машине. Сегодня это не абстрактное желание, об исполнении которого можно просить разве что Деда Мороза, а вполне реальная возможность. Современный россиянин пользуется своим автомобилем около пяти лет. При этом, по данным аналитического агентства, еще в начале двухтысячных машина не меняла владельца значительно дольше – около десяти лет. Эксперты связывают этот факт в том числе и с доступностью автокредитов. Автокредитование сегодня стало гораздо доступнее. Так, в банке можно получить кредит до одного миллиона рублей по выгодной процентной ставке. Учитывая, что подержанный автомобиль сегодня можно приобрести за 600-800 тысяч рублей, эти условия позволяют стать автовладельцем практически каждому. Но при выборе автокредита не стоит забывать, что не все они одинаковы. Есть ряд нюансов, которые могут существенно повлиять на стоимость кредита. Например, обязательная каска. В банке нет обязательного требования по каскам при автокредитовании. Это дает клиенту свободу выбора. Он может страховать свой автомобиль в любой подходящей компании. Результаты роста популярности автокредитования видны на наших дорогах. Сегодня редкая семья обходится без автомобиля, а то и двух. В современном мире женщине уже не обойтись без автомобилей. И давно понятно, что это не роскошь, а средство передвижения. У каждой из нас есть семья, ребенок, который нужно отвезти или в садик, или в школу, сидеть за продуктами, сидеть на работу и приехать. И сейчас, в данный момент, появилась у многих, у большинства женщин такая возможность приобрести автомобиль. Так что, если вы хотите сидеть за рулем собственного авто, не переплатив при этом лишнего, уже смело строите маршруты к тем, с кем вам по пути. Банк Восточный, город Самара, улица Победы, 84, улица Новосадовая, 38. Телефон для справок 8 800 100 7 100. Я хочу сказать, что больше 11 лет мы работаем в Самаре с телеканалом «СКАТ-ТНТ». И это уже, наверное, больше, чем партнерство. Это настоящая дружба. Более того, мы очень благодарны, что многие новые проекты, которые проводят ТНТ во всей России, оно с этими проектами, канал приходит часто к нам. И мы записывали в роликах реальных жителей города Самара-Итальяти. И уже с 1 января люди, которые победили в этом проекте, смогут увидеть себя в эфире телеканала «ТНТ». У нас в этом году прошли заставки, где, например, Екатерина Варнава обращалась именно к жителям Самары. Заставки вот этого проекта, попадя на ТНТ, где будут сами самарцы уже участвовать. Еще много таких моментов, где мы можем видеть не ТНТ где-то там, на небосклоне, а ТНТ, которая живет и работает именно в Самаре для самарцев, тольяттинцев и жителей нашей большой губернии самарской. Ах, Александр, я сегодня такая романтичная! Как мало нужно женщине для счастья, причем мужчине с добрым нежным взглядом. А еще бриллианты, шуба и машина. А может быть, ремонт тебе сделать в квартире? Дорогие телезрители, мы сегодня в гостях вновь у очаровательной Владлены, которая знает толк в ремонте, поскольку является руководителем студии дизайна ремонта и знает, как сделать ваш дом или квартиру уютными и красивыми. Влада, привет! Где мы сегодня оказались и в чем особенность этого строительного объекта? Привет, Катюша! Мы сегодня находимся на одном из наших объектов. Пошли, я тебе кое-что покажу. Интересно. Как ты думаешь, какое одно из самых важных помещений в квартире? Туалет? Нет, кухня. А почему кухня? Потому что кухня – это то помещение, которое на этапе ремонтных черновых работ должно содержать в себе все абсолютно продуманные коммуникации, такие как вода, канализация, электричество. Потому что если в других комнатах мы можем где-то что-то перенести, то на кухне, особенно если мебель уже производствует, совсем никак. Хотя, если честно, мы делаем. И поэтому, Катюш, мы сегодня пригласили в нашу программу главного инженера по производству мебели Юрия Бирюкова. Здравствуйте. Здравствуйте. Юрий, я уже изначально изучила объект, когда сюда приехала. На самом деле большая кухня. Здесь уже море встроенной техники. Я не вижу ни одного провода, который бы где-то как-то тянулось. Красивые панели, красивые шкафчики. Расскажите, пожалуйста, о тонкостях вашей работы. Вот как раз то, что вы не видите, это тесно связано с начальным этапом проектирования. Заходя на ремонт, очень важно продумать эргономику кухни и дать проект в работу по электрике, по сантехнике. Очень важно знать расположение духовых шкафов, ну, любой техники, которая будет присутствовать в кухне. И в процессе производства гарнитура кухонного Влада уже подготавливает все коммуникации, которые, на самом деле, очень трудно изменить потом. Допустим, здесь мы продумывали вентиляционные отверстия и все трубы и так далее, отводы от вытяжки заранее. Потому что вообще ничего не видно. Это все проходит внутри, и это одно из требований заказчика было. Перед началом ремонтных работ на кухне я бы посоветовала... Расслабиться. Да. Как следует. Как следует расслабиться, сесть подводить. Сесть за стол и расслабиться. Я бы советовала перед началом ремонтных работ на кухне воспользоваться правилом золотого треугольника. Это что? Это размещение трех самых главных функциональных точек на кухне. Хладильник, плита и мойка. Чтобы спокойно взять продукт, помыть его, изготовить еду. Как ты поняла, Катюш, для натяжного потолка нет ничего невозможного. Проходит балка, обтянем балку. Проходит вентканал, закроем его тоже натяжным потолком. Можем собрать и двухуровневые, и трехуровневые потолки, как, например, вот сделали в соседней комнате. Ну, по крайней мере, мне очень нравится на этой кухне. Я уже априори завидую хозяину, который, надеюсь, скоро сюда заедет и скажет вам огромное спасибо за такую проделанную работу. Спасибо. Катюш, обратила внимание, сколько электрических приборов находится на кухне? На самом деле, Синок, это такая нагрузка? Да, совершенно верно. Именно поэтому очень важно практически каждый электроприбор подвести к отдельному автомату щитке. Идем, если кое-что покажу. Вот, например, вот этот провод к духовому шкафу и к варочной панели сечением на четыре тоже подведен к отдельному автомату. Ничего себе. То есть можно не бояться о том, что перегорит какой-то электроприбор или выбьется пробки? Да, да, да. Очень так же, как кондиционер, теплые полы. Все мощные электроприборы должны подключаться к щитку отдельным автоматом. Именно поэтому, Катя, если надумала сделать себе кухню, обращайся к профессионалам. Обязательно. Только. Столько нюансов. Компания «Влада Рем». Профессиональный ремонт квартир от голых стен до заселения в эксклюзивный интерьер. Собственное производство натяжных потолков и корпусной мебели от эконом до премиум-класса. Знаешь, Саша, вся наша жизнь похожа на танец. Да. Кто-то танцует соло, кому-то нужен дуэт, ну а кому-то трио. Да, да. Влюбленность, наверное, самая тема, которая интересует всех. Это сложный биохимический процесс, который на самом деле у мужчин и женщин происходит по-разному. Разные части мозга активны в состоянии влюбленности. Оказывается, у женщин в момент влюбленности активно так называемое хвостатое ядро. Это та область, которая отвечает за внимание, за память, а также за пристрастие. У мужчин визуальные рецепторы дают быстрый сигнал в головной мозг, и поэтому происходит резкий всплеск гормонов. А это, в свою очередь, снижает рациональную деятельность мозга. А у женщин же, наоборот, она не может так быстро сказать, любит она или нет. Она будет думать, сможет ли этот мужчина добыть мамонта, поделится ли он с ней, сможет ли он добыть хорошим добытчиком, будет ли он надежной опорой. Поэтому она его будет изучать. Все отношения проходят несколько стадий, и влюбленность – это лишь первая стадия, и она не основная. В момент влюбленности происходит слияние, когда двое людей, они едины, они слиты, соединены вместе, и другого мира не существуют. Но эта стадия, она кратковременная, в ней невозможно постоянно проживать, потому что страдает и работа, и какие-то социальные контакты. К сожалению, она заканчивается. И начинается следующая стадия, когда я начинаю видеть реального партнера. Вот он такой, он не идеальный, он не то, что я о нем себе придумала или придумал. И происходит разочарование. И здесь очень многие пары распадаются, так как думают, что это вот не тот человек, что нужно еще поискать, и наверняка найдешь свою идеальную любовь. Следующим этапом будет принятие человека таким, какой он есть. У меня есть свои плюсы и минусы, у него есть свои плюсы и минусы. И тогда, когда я принимаю, я учусь договариваться, учусь находить компромисс, говорить о своих чувствах, что мне не нравится, что, возможно, меня злит. Женщина играет разные роли в отношениях. Чаще это женщина-мать или женщина-дочь. Когда, если это женщина-дочь, как правило, она может быть в отношениях с мужчиной намного старше себя и в такой, находясь в такой инфантильной позиции. Конечно, она может вырасти в этих отношениях и встать взрослой, но часто она из этих отношений выходит. Когда же женщина занимает роль матери, она бессознательно будет опекать, стремиться заботиться и делать из своего мужа такого, ну, скажем, несамостоятельного человека. И женщина, как женщина, может быть в активной позиции и в пассивной позиции. Вот как раз-таки активная позиция женщины, которая будет соревноваться с мужчиной. Она будет стараться выиграть его во всем. Пассивная же, наоборот, будет почитать и стараться немного преклоняться. И, соответственно, и мужчины занимают разные роли. Они могут быть в роли папы, в роли сына. Ролей, на самом деле, великое множество. И главное – отслеживать, в какой же роли находимся мы в отношениях. Галина Кириллина. Индивидуальное консультирование, семейное консультирование. Психосоматика, личный коучинг, тренинги. Подробности на сайте психологсамари.ком С кем танцевать? А с кем делить свои взлеты и падения – решать вам. Так что самовыражайтесь. Но самовыражаясь, выбирайте выражения. Девушка, вас можно пригласить на танец? Ну а сейчас, как всегда, любимая рубрика «Самарчан» – заветный конверт, в которой наши телезрители получают призы и подарки от наших партнеров. Победителем нашей прошлой программы стала Екатерина. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас поздравляем. Расскажите, как у вас получилось найти конверт первым? Достаточно часто мы смотрим вашу передачу, и при очередном просмотре увидели, что конверт спрятан в районе магазина «Икеа», что недалеко от нашего места жительства. Недолго думая, мы с супругом собрались, доехали до этого места, и достаточно быстро нашли конверт, и сегодня я здесь у вас. Екатерина, а вообще вы верите в розыгрыши, вот такие бесплатные подарки? В этом случае, да, я поверила. Замечательно, прекрасно. И мы вам вручаем подарки от наших партнеров. Подарочный сертификат от «Косметик Шоп Кореянка», который находится в торговых центрах «Русь», «Захар», «Мега Сити», «Амбар» и в Новокуйбышевске в торговом центре «Сити Парк». Вручаем такой замечательный подарочный сертификат. Подарочный сертификат от «Велнес-спа Бамбуки», который находится улица Минская, 25. Вот такой замечательный сертификат вручаем вам. Спасибо большое, мне очень приятно. А мы отправляемся прятать очередной конверт, будьте внимательны. Друзья, я сейчас нахожусь за торговым центром «Империи». Вот люблю я зимой прятать конверты, потому что в любом месте, в снегах, просто можно положить. А справа от меня находится церковь. Слева «Империя», а я стою в фонтане возле центрального круга. И здесь, в этом круге, мы спрячем заветный конверт. О, господи, он заледенел. В общем, прячем под кругом. Что с такой конверт? Вот, вот здесь. Дорогие друзья, вон там конверт, в нем номер телефона. Первый, кто сейчас посмотрит нашу программу, прибежит сюда, позвонит по номеру, тот получит ценные подарки. Всем удачи, мы ждем вашего звонка. Хороших выходных! Субтитры подогнали Симон.